Готовы к головокружению? Нет, не как у той девушки из изгоняющего дьявола, она выглядит просто жутко. Так вот, сейчас главный на повестке дня у ученых – это вы. Вернее, ваш мозг. Именно он делает вас теми, кто вы есть. Мозг – поразительная штука. Это система управления телом, которая говорит ему, что делать, вплоть до приказа в сердце убийцы. Но знаете что? Мы используем его не на полную мощь. Ну, как минимум, не всегда. Ученые, и особенно неврологи, изучающие мозг, любят говорить о мозговой функции. И, как ни странно, Голливуд тоже активно поднимает эту тему. И вопрос о том, как эффективно мы задействуем наш мозг, очень популярен в кино и сериалах. Голова была бы занята, по ней бродили бы мысли, только были бы мозги. Наш мозг делает для нас много полезного, но что будет, если мы станем использовать весь его потенциал? И почему этот вопрос поднимается практически во всех областях науки? Его обсуждают в медицине, образовании и поп-культуре. Откуда такой интерес? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала решить другую задачу. Какую часть мозга мы используем на самом деле? Забудьте скорее о популярном мифе насчет 10%. Его уже опровергли многие исследователи, в частности, невролог Барри Гордон в журнале Scientific American. Мифу о 10% уделялось слишком много внимания в фильмах и СМИ. И люди на самом деле поверили ему. Оказывается, большая часть мозга активна почти все время. Но не все его зоны работают на 100% одновременно. Это касается и времени сна. Мы ведь видим сны, правда? Даже они требуют высокой активности нейронов. А еще точный процент использования мозга зависит от самого человека. Так что рассчитать, сколько процентов мозга мы используем, нельзя, но вы в любом случае пользуетесь всеми его частями, просто не одновременно. Давайте посмотрим на основные области мозга и функции. Есть три главные зоны. Большой мозг, мозжечок и ствол мозга. Помимо физических функций, таких как ходьба, занятие спортом или моргание, представьте себе, да. Наш мозг контролирует те функции, о которых мы даже не задумываемся. Сердцебиение, перегоняющая кровь, дыхание, наполняющие легкие и работа пищеварительной системы, позволяющие получать питательные вещества. Кроме того, благодаря мозгу у нас рождаются мысли, появляются эмоции и создаются воспоминания. А еще он хранит всю информацию, которую мы собираем при помощи пяти чувств. Зрение, обоняние, осязание, вкусы и слуха. Именно мозг позволяет нам запомнить вкус бабушкиного пирога. Высшие функции, то есть те, что затрагивают эмоции и обработку собранной чувствами информации, выполняются в большом мозге. Это крупнейшая часть головного мозга, в которую входят левое и правое полушария. Она также отвечает за сложные движения. Благодаря ей вы можете танцевать в балет, плавать или играть в баскетбол. Можжечок управляет общей координацией. Он отвечает за то, что мы можем ходить, сидеть, стоять, держать осанку и равновесие. Он также контролирует речь, позволяя нам говорить друг с другом и понимать слова. Особенно усердно мозжечок работает у маленьких детей, которые лишь учатся ходить и говорить. А еще он позволяет нам учить новые движения и координировать их. Ствол мозга находится у его основания и крепится к спинному мозгу. Без него мы бы не смогли пошевелиться. Также он контролирует глотание, сердцебиение и дыхание. Именно ствол мозга говорит нам, что мы хотим спать или что пора просыпаться. Многозадачность в действии. В чем тогда вопрос о способностях мозга? Вспомните, мы постоянно используем большую его часть, но не все области сразу. Сон – отличный пример такой работы. Когда вы спите, то пользуйтесь стволом мозга, который дает вам заснуть и спать, а также большим мозгом, благодаря которому вы видите сны. Мужичок при этом остается незадействованным, поскольку вы не говорите и не ходите во сне, если только вы не лунатик, но это уже совсем другой разговор. Но что, если бы мы использовали все функции мозга на 100% все время? Смогли бы мы передвигать предметы на расстоянии или слышать мысли других людей, как в кино? Жаль вас расстраивать, но нет. Во-первых, мы бы очень уставали. Для работы всех областей мозга одновременно потребовалась бы вся кровь в организме. В результате из-за нехватки кислорода тело перешло бы в режим выживания. Различные органы выходили бы из строя в порядке приоритетности. Во-вторых, применение 100% мощности мозга заставило бы нас тратить на это всю нашу энергию. Проще говоря, мы бы постоянно хотели есть. Наши желудки не справлялись бы с нагрузкой, возлагаемой на них постоянным перевариванием пищи. Привет, вечно больной живот! Работающий на полную мощность мозг также означал бы, что наши нейроны постоянно работают. Мы бы обрабатывали информацию от всех пяти чувств на огромной скорости, беспрестанно получая и анализируя новые данные. Выполнение всех этих задач одновременно несколько затруднило бы наше суждение. Мы эволюционировали ровно до того уровня, до которого следовало. Наше тело и мозг находятся в равновесии. Вот и ответ на вопрос. Если бы мы пользовались мозгом на 100%, он бы был слишком мощным для нашего тела. Задействовать все области мозга неактуально для нас ни физически, ни психически, ни даже в научных целях. Для этого просто нет эволюционной задачи. Простите, если я вас разочаровала. Но кто знает, что нас ждет в научном или эволюционном будущем? Ведь наши мозги и тело работают сообща. А значит, мы можем подтолкнуть их одновременно к развитию более высокого потенциала. Хотите улучшить тело? Начните заниматься спортом и правильно питаться. Хотите развить мозг? Решайте головоломки, больше читайте, играйте в судоку. Напрягайте мозги. Есть те, кто считает, что человек не реализует весь свой потенциал, но они не правы. Будь это правдой, мы бы не добивались поразительных успехов в науке и технологиях. И прогресса в медицине у нас бы тоже не было. Просто способность мозга к обучению – это совсем другая история. Количество навыков, которые мы способны получить за свою жизнь, не ограничено объемом хранения информации в мозгу. Наша способность к обучению, хоть и не безгранична, но больше зависит от концентрации внимания, времени, сна и пройденных возрастных этапов. А в моем случае оттого заезжают шарики за ролики все сразу или по одному. Но эту тему мы оставим на следующий раз. Когда дело касается мозга и тела, мы получаем то, что даем или теряем. Знаете ли вы другие мифы или интересные факты о человеческом мозге? Расскажите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь уходить. У нас есть для вас более 2000 других видео. Просто выберите ролик слева или справа, нажмите на него и наслаждайтесь просмотром. Оставайтесь на яркой стороне жизни!